Всем привет! Меня зовут Полина Скиданова, и это мой канал про дизайн человека. Недавно на моем канале вышел ролик про спорт в дизайне человека, и он вызвал просто огромный ажиотаж и фурор. Я вижу, как вам откликнулась эта история, насколько вам интересно было узнать, какой спорт, какую нагрузку, какую активность по дизайну человека вы можете подобрать для себя, чтобы это было максимально комфортно для вашего тела. И я подумала, что очень интересно и очень правильно продлить эту тему продолжением этого ролика про лишний вес и то, как мы найдем ему объяснение в дизайне человека. Да, сегодня будет ролик про лишний вес, про набор веса, про то, почему мы становимся грузными, тучными, большими и набираем вес. Если вы еще не смотрели ролик про спорт в дизайне человека, обязательно посмотрите его, будет ссылочка где-то здесь и в описании в том числе. Ну а мы с вами сегодня поговорим про лишний вес. Я думаю, эта тема многим интересна, это очень такая больная тема для многих. Я не могу сказать, что я сама лично сталкивалась с ситуациями, когда у меня прям был сильно лишний вес, но, конечно, как и любая женщина, я проживала разные этапы набора и сброса веса в своей жизни. Конечно, я набирала вес во время беременности, потом сбрасывала его. Ну и в целом ко мне очень часто обращаются девушки именно с этим запросом, и они бьются над ним долго-долго-долго и не всегда даже приходят к какому-то понятному решению. Сегодня я решила рассмотреть этот вопрос с точки зрения дизайна человека и с точки зрения того, какие убеждения и как вообще работает психосоматика лишнего веса. Вот еще вот в эту сторону мы с вами немножко посмотрим. Итак, давайте начинать. Почему люди толстеют? Почему люди набирают вес? Причин, конечно же, много. Здесь есть и генетическая предрасположенность. О ней я, кстати, сегодня расскажу, что есть, что представляет о себе генетическая предрасположенность к лишнему весу. Этой серии, знаете, когда у нас вся семья, все бабушки, все дедушки, все имели лишний вес, ну вот и я, значит, тоже имею. О чем это на самом деле? Здесь может быть и какая-то, да, реально гормональная перестройка, да, какие-то гормональные нарушения. То есть, если у вас есть в организме конкретно гормональные нарушения, если у вас есть, или, например, вы принимаете гормоны, или вы принимаете оральные контрацептивы, из-за которых у вас скачет вес, это немножко другая история. Да, здесь сейчас мы поговорим не про конкретно вот диагнозы, а про то, когда человек, ну просто, вот просто набирает лишний вес, просто обладает плюс 10, 5, 20 лишних килограмм. Почему люди набирают вес? Глобально это происходит потому, что человек пытается стать больше, да, то есть психосоматически. Я должен стать больше, чтобы больше взять на себя ответственности. Я должен стать больше, чтобы быть больше в безопасности, как бы в броне какой-то находиться. Я должен стать больше, чтобы стать больше на психоэмоциональном плане, да, стать крупнее, стать больше, больше брать на себя ответственности, больше брать на себя, нести на себе, иметь больше вес в обществе и так далее. Вот такие примерно убеждения, вот такие примерно психосоматические причины, ну у всех по-разному. Но в целом лишний вес это всегда про то, что мы пытаемся задержать энергию в теле, да, То есть энергия не проходит через нас насквозь, а мы пытаемся ее задержать, мы пытаемся ее зафиксировать, и она откладывается в теле в виде лишней жидкости и нароста вот этой вот жировой ткани в клетках. Соответственно, как, почему, откуда в теле берется и где точнее в теле берется вот эта потребность задержать энергию? Ну, конечно, в первую очередь это наши открытые центры. То есть в первую очередь нам стоит обратить внимание на наши открытые центры. Я задумалась о том, что именно в открытых центрах и будет сидеть причина, по которой человек накапливает лишний вес. Смотрите, как это интересно работает на примере проекторов и манифесторов особенно. Вот если мы задумаемся, почему проекторы, почему манифесторы набирают лишний вес, то, скорее всего, основная причина будет крыться в дисбалансе открытого сакрального центра. Вот здесь на картинке будет бодиграф с примером, где этот открытый сакральный центр у себя найти. Ну, в любом случае, если вы манифестор, если вы проектор, если вы рефлектор, конечно, то у вас, естественно, открытый сакральный центр. И вот здесь, в этом открытом сакральном моторе проекторы, манифесторы, рефлекторы будут пытаться зафиксироваться. Если он у них в дисбалансе, если этот центр не проживается корректно, а открытость – это совсем другая история. Когда центр определен, у нас просто постоянный доступ к этой сакральной энергии. Когда центр открыт, это абсолютно другая история. Этого доступа нет. Этот центр условно пустой, и здесь нету этой энергии в постоянном доступе. А так как мы живем в генераторском мире, где 70% генераторов, где очень много генераторов, где вся вот эта парадигма, как нужно двигаться по жизни, как нужно владеть энергией, она генераторская. Но никто не говорит вам с просторов соцсетей про то, что будьте расслаблены, будьте пассивны, не делайте ничего, ждите, пока энергия придет в тело. Нет, нам говорят, давай, будь активным, действуй, ой, я проснулась, у меня так много энергии, вау, я сегодня проснулась, уже сходила на йогу, на пилатес, отвела ребенка в сад, сходила на процедурки, проработала, провела консультацию и так далее, и так далее. Много-много-много энергии у людей, на которых мы смотрим. А у проекторов, манифестеров, рефлекторов не так. Этой энергии так много каждый день не будет. Когда-то будет, а когда-то нет. Она не постоянно, и наш мозг пытается здесь фиксироваться. И как это отражается на теле, что здесь происходит? Я должен стать большим, чтобы успевать в этой генераторской гонке, чтобы догонять этих генераторов. Я должен стать большим, чтобы меня тоже здесь видели, чтобы я здесь не оказался где-то на отшибе жизни, не валялся там где-то под мостом, умирающий без энергии. Я стану большим, у меня в теле будет много этой энергии, потому что моего тела будет много. И таким образом проектор-манифестер начинает набирать вес. Просто потому что в теле сидит это убеждение, что если ты хочешь жить, если ты хочешь хоть как-то выживать, ты должен быть энергичным, активным, жизнерадостным, сексуальным и так далее. И проектор-манифестер начинает набирать здесь вес. Но на самом деле для проектора, для манифестера так не работает. Они пытаются задержать энергию в теле там, где они открыты. То есть там, где эта энергия должна проходить через них, там, где они должны спокойно с ней расставаться, они расставаться с ней не хотят. Они пытаются ее задержать. И для этого тело физически наращивает объем, наращивает броню. Моего тела станет много, энергии вот этой будет много. На самом деле так не работает. Так не работает для проекторов, так не работает для манифестеров. Чтобы отпустить эту историю, вам нужно обратить внимание на то, как вы проживаете свой открытый сакральный центр. А в балансе это будет спокойное отношение, легкое отношение к уровню энергии. Я знаю, когда стоп. Вот сейчас есть энергия, я действую. А когда нет энергии, я не пытаюсь ее задержать жадно в себе, удержать какими угодно путями. Я не пытаюсь делать вид, что она есть. Я просто не действую. Да, это сложно. Потому что, как я уже говорила ранее, парадигма гласит, нет, вы все должны быть энергичными всегда. Но благо у нас есть дизайн человека, который отвечает нам на этот волнующий 30% населения Земли. Вопрос, что же делать, когда у меня нет энергии? Ничего. 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 Делать то, на что энергия есть. Ничего не делать. Просто лежать, отдыхать. Быть более пассивным. Это нормально для вас. Это окей для вас. С этим можно жить. Вы не умрете голодными под мостом без энергии. Задумайтесь о том, что вот эти убеждения, они ведь реально идут из поколения в поколение. Хочешь жить, умей вертеться. Это не истина. Это неправда. Это не всегда так работает. Если вы прямо сейчас готовы от этого убеждения отказаться, если вы прямо сейчас готовы сказать, что чтобы выжить надо быть энергичным, чтобы выжить мне надо работать очень много, кто много работает, тот много получает, спящему достаются только сны. Да, вот такая вот еще есть классная поговорочка тоже интересная. Спящему достаются только сны. С таким негативным подтекстом. Если вы прямо сейчас готовы от этих убеждений отказаться, вы пишите те, которые вам откликаются в этой истории. Вы пишите те убеждения про энергию, про жизненность, жизнеспособность, про работоспособность, про свою сексуальность в том числе. Потому что на теме сексуальности тоже висит открытый сакральный центр. И здесь тоже проектор, манифестеры будут пытаться зафиксироваться. Смотри, какой я сексуальный, смотри, какое у меня тело. Но здесь, конечно, скорее уход будет не в лишний вес, а наоборот, в потерю веса или в какое-то неудовольство просто своим телом. Бесконечную работу над своим телом и изнурение его. Ну, вряд ли здесь прямо еще и лишний вес может быть. Хотя может быть и такое, да. Вот выпишите все эти убеждения, которые вам откликаются, и откажитесь от них, да. Замените их на продвигающие. Замените их на то, что вам служит и то, что подходит вашему телу, вашему дизайну. Потому что в балансе, еще раз, да, открытый сакрал, это знать, когда остановиться. Это спокойно относиться к тому, что когда-то у меня есть энергия, а когда-то у меня энергии нет. Она не постоянно в моем теле, здесь нет постоянного доступа к энергии. Хорошо, про открытый сакрал, я думаю, достаточно рассказала. Если будут еще вопросы, задавайте обязательно комментарии, давайте эту историю обсуждать. Дальше, следующий крючок, который будет задерживать много энергии в теле, и он не только уже про проекторов, манифестеров, рефлекторов, а про всех вообще. Это, конечно же, открытый эго-центр. Ну, здесь я про него уже много чего говорила, но еще раз теперь с точки зрения лишнего веса. Этого товарища я уже ему косточки обмусолила со всех сторон, но не перестану об этом говорить, потому что это такой крючок, который цепляет нас, буквально затягивает вот в этот подвал ложного я. Что же здесь будет? Здесь очень легко на самом деле. Человек несет на себе очень много ответственности, и открытое эго будет накидывать на себя много-много-много-много ответственности, особенно если он в связке с открытым сакралом, то здесь набрать на себя ответственности, набрать обязательств, набрать работы, как вот на этом бодиграфе, например, да? Здесь открытый сакрал и открытое эго одновременно. И вот для такого человека будет набрать на себя работы, набрать на себя дедлайнов, обязательств, И пытаться изо всех сил их выполнить, и потом лечь и умереть просто от того, что все, тело у меня уже умирает, это прям классика. И у такого человека может быть лишний вес, потому что, чтобы нести на себе эту ответственность, я должен быть большим. Чтобы взять на себя всю эту ответственность, я должен быть большим, огромным. И я физически становлюсь больше. И особенно, особенно, на мой взгляд, сильно будет влиять, если в этом открытом эго-центре определены сороковые ворота и двадцать первые ворота. Сороковые ворота говорят, я должен создать это, это, это для моей семьи, я набираю свой лишний вес. Да, я становлюсь более ответственной, становлюсь больше. Двадцать первые ворота, я должен все держать под контролем. А чтобы все держать под контролем, я должен быть большим, я должен наращивать обороты, я должен наращивать свою массу. и человек набирает лишний вес. Вот таким образом открытый эго-центр может стать причиной того, что у вас есть лишний вес, если вы проживаете его в дисбалансе, если вы пытаетесь зафиксироваться вот в этой истории, что я могу создать, сделать и чего я могу добиться в материальном мире. Здесь, безусловно, тема достижений. Вот когда мы связываем наши достижения и нашу ценность, и тогда, когда эго открыто, достижения не всегда удаются, не всегда это происходит легко, и, соответственно, наша ценность падает. То есть я чего-то не достиг, значит, я неценный. Значит, мне нужно поставить себе достижение еще выше, еще больше, чтобы не скатиться совсем в депрессию, и пытаться достигать его изо всех своих сил. Соответственно, здесь эту связку для открытого эго, да и вообще для любого человека на самом деле, надо разорвать. И фраза защитница здесь «Моя ценность не равно мои достижения». Я повторяю ее из раза в раз, каждый раз на чтениях, на консультациях, в своем курсе, и вам здесь на ютубе тоже очень много ее повторяю. «Моя ценность не равно мои достижения». Я рекомендую сделать себе заставку на телефон, какую-нибудь красивую картинку или свою фотографию, и вот эту фразу написать на ней и прям поставить себе на заставку, чтобы каждый раз себе об этом напоминать, чтобы изменить уже это убеждение наконец-таки. И вот если возвращаясь к тому, что у меня генетически много лишнего веса, у всей моей семьи лишний вес, вся моя семья с лишним весом, и я тоже буду, так это не генетика в плане физики, это генетика в плане убеждений. Вам просто по наследству передались эти убеждения. Чтобы все контролировать, мне нужно быть большим. Я должен все контролировать, а чтобы это сделать, я должен быть большим. Чтобы добиваться целей, чтобы достигать чего-то, мне нужно брать на себя больше, 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 больше ответственности. Подумайте о поколении наших родителей или о родителях наших родителей, особенно о женщинах того поколения. На них ведь лежало очень много ответственности за детей, за мужа, за то, чтобы у семьи были деньги. Ну, чего я вам рассказываю, да, вы сами это знаете, какую огромную ответственность несли на себе женщины в то время. И у них сложились эти убеждения. И эти убеждения передались вам по наследству. Просто через видение того, как поступает моя мама, как действует моя бабушка. И я тоже так должна, я должна соответствовать. И это нормально, это нормально. Но сейчас вы имеете возможность эти убеждения рассоздать и начать жить по-другому, и начать проживать свой открытый эго-центр в балансе. А это значит не ставить в одну графу мою ценность и мои убеждения. Потому что нет такой достигнутой цели, которая делает кого-то лучше, а кого-то хуже. Тоже очень важная мысль, тоже очень глобальная сильная мысль, которая в один момент мне очень сильно помогла. И в этой теме, как и в темах других открытых центров, важно расслабляться, отпускать, смягчаться к себе. Мы здесь обучаемся. Мы обучаемся в темах наших открытых центров. Как только вы начинаете пытаться жадно удержать эту энергию, как только вы пытаетесь все это себе забрать, да, нет, это моя сила воли, нет, я достигну этот дедлайн, нет, я достигну, я докажу, я стану лучше, я возьму на себя эту ответственность больше, 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 больше. Вы начинаете расти физически. А что еще телу делать? У него нет механизма, чтобы быть фиксированным в этой теме. Он просто начинает, тело просто начинает расти и становиться больше, чтобы как-то удержать в себе вот таким корявым образом этот объем энергии. И мы начинаем расти. Соответственно, обратите внимание на свой открытый эго-центр. Проживаете ли вы его в балансе? И что вы можете сделать для себя прямо сейчас, чтобы смягчаться в этой теме? Ну и третий центр, который, безусловно, наверное, чемпион по наросту лишнего веса в этой троице. Он на последнем месте, но не последней по значимости. Это, конечно, эмо-центр. Наш солнечное сплетение, наши эмоции. Наш эмо-центр в том числе отвечает за пищеварение. И вот все, что связано с заеданием каких-то эмоций, с заеданием проблем, с перееданием, любые расстройства пищевого поведения, это все отсылки к эмо-центру. Эмо-центр, он также про то, как мы перевариваем эмоции. И если у человека эмо-центр в дисбалансе, он не знает, что делать с эмоциями, то ему тяжело их переваривать. Ему тяжело с этими эмоциями жить, он не знает, что с ними делать. И один из способов защититься от этих непонятных, неприятных эмоций, это наращивать броню. Буквально физически наращивать броню, становиться толстокожим, ну и, соответственно, становиться больше. Да, вот так из-за дисбаланса в открытом эмоциональном центре, особенно если там 55-е ворота, 19-е ворота, 30-е ворота в открытом эмо-центре, вот тут вот будет склонность к тому, да, все, что на корень смотрит, давление с корня может идти, и вот здесь вот прям склонность к тому, чтобы, я не знаю, что с этими эмоциями делать, я не знаю, как переварить. Я либо проглатываю эти эмоции, например, да, проглотил обиду, и не знаю, что с ней делать, она варится у меня внутри, и тоже нарастить как бы броню, такой сейф вокруг этой обиды, чтобы она там лежала да покрепче. Но обида, конечно, в первую очередь может вызывать онкологию. Да, вот если с точки зрения психосоматики, глобально, да, вот в сухом остатке, я понимаю, я не специалист психосоматики, но все-таки в этом разбираюсь. Глобально обида – это путь к онкологии, к сожалению. Но и побочным эффектом также может быть лишний вес, да, набор веса. Проглотил обиду, не знаю, что с ней делать, выращиваю вокруг нее сейф, шкаф, что-то огромное, чтобы она сидела во мне, и там во мне варилась, вот все вот это проходило. Опять-таки причина в чем? Не пропускаем эту энергию через себя, пытаемся ее в себе как-то задержать, не знаем, что с ней делать. И здесь фразы спасительницы будут «Я сита», «Я дуршлаг», «Я решето», «Я пустая», «Я пустая». Почувствуйте себя эмоционально пустыми, пропустите эту энергию через себя, не пытайтесь ее задержать в себе. Вот я прогатила эту негативную эмоцию, и я буду с ней вариться долго-долго-долго-долго. Да и в открытых центрах мы обучаемся, ведь мы пришли сюда, чтобы обучаться, быть студентами в наших открытых центрах. Когда вы учитесь в университете, в каком-то вузе, вы же не носите с собой эти учебники и тетрадки по какому-то предмету до бесконечности в своей сумочке. Вы взяли учебник в библиотеке, прочитали его и положили на полку дальше. Пошли, пошли дальше, не носите вы этот учебник с собой в сумочке. Не знаете вы о том, что он постоянно должен быть с вами. Так же и здесь, так же работает и с эмоциями. Пропустите через себя. Да, вы изучаете. О, интересно, вот такая может быть эмоция, вот такие чувства может проживать. Человек рядом со мной или я сам. Но дальше я отпускаю это, потому что я пустая. Мой открытый эмоцентр, он пропускает эту историю через себя и не задерживает эмоции. Вот это может быть большой причиной лишнего веса. Не знаю, что делать с эмоцией. Когда-то сто лет назад кто-то меня там однажды обидел, сказал мне что-то негативное, я почувствовала негативную эмоцию, и я дальше не знаю, что с ней делать, потому что мой открытый центр эмоций не знает, как ее переварить. Мой ум не дает этой эмоции выйти. Он не дает ее просто отпустить. Он говорит, нет, дружочек, это наше, давай в этом вариться, давай в этом ковыряться. Вот так, вот так, вот так холить, лелеять эту эмоцию. Ведь мы же тогда зафиксируемся здесь, так будет как будто безопасней. А на самом деле это создает кучу-кучу-кучу проблем, в том числе проблемы с лишним весом. То есть опять-таки на нас очень сильно влияет, что мы живем в мире, где эмоции стоят на пьедестале. Мы смотрим кино, мы читаем книги, мы читаем романы, где куча эмоций, где такие всплески, такие качели. И нам кажется, что это то, кто мы есть. Это вот то, чем я являюсь. Эти эмоции, вот эти эмоции, которые я проживаю, это прям я. Я, когда училась в университете, еще до того, как я познакомилась с дизайном, где-то там с 18 до 21 года, до 22 лет, я считала себя очень эмоциональным человеком. У меня даже до сих пор в ВКонтакте, в графе о себе стоит такая фраза «полная гипертимность», гипертимность полная. Чтобы вы понимали, гипертимия – это когда у тебя всегда суперприподнятое повышенное настроение, хорошее, классное, ты всегда такой навеселее. Я считала себя, всегда считала себя очень позитивным, очень жизнерадостным, очень таким эмоциональным человеком. У меня всегда такой подъем, 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 просто там лучезарный кузнечик такой скачет. Но это не так, это неправда. Мой эмоциональный центр открыт. И вот, кстати, тогда в университете у меня был период моего максимального веса. Хотя не сильные такие колебания, все-таки я занималась спортом, я как-то сразу начала с этим работать, через тело, через физику. Но вот тогда я прямо начала сильно резко набирать вес. Когда я познакомилась с дизайном, я поняла, что я не такая уж эмоциональная. Мое агрегатное состояние – это не сильная эмоциональность, это ровненькое, слегка приподнятое настроение. Мне не надо быть сильно эмоциональной, это не то, кем я являюсь. А ум очень хотел там зафиксироваться, и мне было очень классно, что я вот такая эмоциональная. Я даже в графу о себе это написала. То есть для меня это было основное, кем я являюсь. Представьте, единственная фраза, которая там написана о себе – гипертимность полная, больше ничего. Я считала, что вот именно мои эмоции – это то, кем я являюсь. А у меня открытый эмоциональный центр. Ну, это такой показательный пример о том, что часто мы стараемся зафиксироваться там, где нас нет. И из-за этого наше тело вынуждено наращивать объемы, чтобы как-то эту энергию все-таки в себе удержать, если нам так сильно этого хочется. Поэтому для того, возможно, чтобы привести свой вес в норму, нужно научиться эту энергию пропускать через себя, нужно научиться быть открытыми. Это страшно, это непривычно, это непонятно. Но если у вас есть один из этих открытых центров, или все три, возможно, то учитесь быть открытыми здесь. Учитесь пропускать энергию через себя. Не пытаться задержать ее. Если вам однажды пришла эта энергия в этот центр, и вы ее отпустили, это не значит, что она никогда больше не придет. Здесь история про доверие миру, доверие своей механике, своей природе, своему телу. И вообще в целом такое глобальное состояние доверия. Это обучение доверию. И, в принципе, на этом, я думаю, что мой ролик про лишний вес точки зрения дизайна человека подошел к концу. Он получился довольно объемный, довольно длинный. И не столько даже про дизайн человека, сколько в целом про работу с убеждениями, с подсознанием, с психикой. Надеюсь, вам было интересно и полезно услышать эту информацию. Обязательно оставляйте в комментариях обратную связь. Возможно, вам захочется поделиться со мной своими историями. И попробуйте, попробуйте мои рекомендации применить на себе. Я благодарю вас за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на мой канал обязательно, чтобы не пропустить следующие видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok